Этот город боится нас, мы видели его истинное лицо. Шавермичные, продолжение зоомагазина, лаваши заполнены котами. И когда двойное с сыром будет окончательно забито, все эти фигуры начнут тонуть в калориях. Когда скопившийся майонез вместо кефирного вспенится им до пояса, все потребители посмотрят наверх и возобьят. Спасите нас! А мы прошепчем. С вами наша новая рубрика «Хавнадзор», где мы пробуем стритфуд за вас. Сегодня на повестке дня у нас шаурма с ананасами. Пойдем? Пойдем. Стас Борецкий! Подожди, у тебя с ананасами? Я про персонал. Вот это ты про персонал, да. Мы же за кадром договорились, ну что ты такое? Хава и хава, и нормально. Прямо с юбки. Сегодня мы не леди. Твое здоровье. Да, ваше здоровье. Сразу можем сказать, по времени приготовления, две штуки нам скрутили за пять минут довольно быстро, по две с половиной на шаву, можно девять из десяти за скорость смело ставить. Ну и момент истины. Да. У меня прям сверху соус. У нее, кстати, обычный, вот у меня с ананасами, но я до них пока не дошел. У меня с ананасами все еще нету. Возможно, меня обделили на заморский фрукт. Сейчас, наверное, закидают говном, если это окажется не фрукт. Подожди. Они у меня с ананасами? У тебя с помадкой, походу. Сань. Подожди, у тебя с ананасами? Мы так не договаривались. Ну что, как тебе? Теперь ты вещай. Ну, я каюсь, честно. Я пробовала эту шурму уже не первый раз. А я ни одного. И она мне очень нравится. То есть, ананаса здесь, конечно, не так много, но прям вкус он дает прикольный. Ну, то, что шава, ну, как бы это же все-таки майонез. Соответственно, если ананасы туда входят, как оно, не странно? Нет, ну это как вот, если любите пиццу с ананасами, то и это вам зайдет. Или если любите салат с ананасами, то тоже вам зайдет очень даже. Мы подсчитаем, сколько ты укусила, оценку называй. Ну, моя оценка 8 из 10. За то, что мало ананасов. Ну да, за то, что мало ананасов. Как крепко призадумалась. Ну, моя 7 из 10. Это абсолютно обычный продукт, так сказать. Ничего выдающегося, но ничего плохого. Ну, по нажористой, наверное, тоже 7 из 10. Хотя меня нажрать, это попробуй еще меня нажри. Мне дали попробовать. Блин, ну это странновато. Но это не невкусно. Но если бы на повседневку выбирать такое, каждый день заказывать не будешь. Ну, вообще, каждый день вредно таким питаться. В общем, персоналу я ставлю, ну, 4. Потому что, ну, в принципе, это было ни о чем. То есть, он просто спросил у нас, что будем заказывать. Выдал чек. И как бы все, на этом наш диалог закончится. Никакого приветствия, ничего такого не было. Дот не рассказал. Не, он довольно жестоко к этому молодому человеку. Я бы поставил 5 из 10. Но он, да, как бы, ничего особенного. Но он ровно посередине. Да, стабильно хорошо. Не как бы неплохо и не отлично. А по поводу подачи? Ну, у меня вот нормально, ничего не развалится. У тебя, я видел, случился некоторый казус по борту. Да, вот тут вот отваливается. Продолжает это все разваливаться на атомы. Все начинает трещать. Ну, у меня плотно. Ну, короче, если усреднить 2 эти, так сказать, истории, то можно, наверное, тоже 5 из 10 за подачу. В общем и среднем впечатления нормальные, как бы. В целом можно зайти, поесть. Видно, что, ну, как бы, оно свежее относительно, по крайней мере. Вот, то есть не отправишься нормально заходить. Можно есть, можно. Это, в принципе, вкусно. Но вау-эффект у меня не случилось. Даже с ананасом не случилось. Я ждал вау от ананаса, но что-то вау не произошло. Вот такие итоги. Ну, в общем, это стабильно хорошо. Больше ничего сказать не можем про это. Одобряем, но на пол шишечки, на пол Федора. Самая главная часть шаурмичного обзора заканчивается именно в этом месте. Но так как в этом месте он не закончился, поход можно считать удовлетворительным. Я удовлетворен.